Республика Казахстан Но! Тема нашей сегодняшней программы об этом «Но!». Тема «Нужен ли референдум?» Знакомьтесь с гостями в студии. Председатель партии «Аделет» – политик Толеген Садыков. Писатель, председатель комитета поддержка граждан Азамат Бектурганов. Руководитель общественной организации «Эль Раи» – общественная активистка Айгуль Курганов. Руководитель Кухаева. Политолог Азимбай Гали. Президент фонда имени Булатхана Тайжана – экономист Мухтар Тайжан. Руководитель союза рабочих – политик Ермек Нарымбай. Добро пожаловать в нашу студию. Сначала обратите внимание на сюжет, посвященный сегодняшней теме. Проведение общенародного референдума – показатель того, что власть считается с народом. За 20 лет общенародное обсуждение проводилось под двум вопросом. Первый референдум состоялся 30 августа 1995 года для утверждения Конституции. На нем проголосовало 89,14% казахстанцев. Во второй раз в конце 2010 года инициативная группа предложила на голосование идею продления полномочий президента до 2020 года. В 2002 году активисты под руководством Галымжана Жакьянова подняли вопросы проведения политической реформы. Впоследствии руководитель активистов был арестован. Кроме того, в 2003 году власть не разрешила провести всенародное обсуждение кодекса о земле. Также существует инициатива астанинских, несогласных, о проведении референдума в целях реальной оценки трагедии в Жанаузене. Казахстанская власть народные инициативы не поддержала. Причину этого Серегбалцын Абдильдин видит в том, что авторитарный режим приватизировал это право, взял в свои руки. К сожалению, у народа нет возможности организовать референдум. Все возможности в руках одного человека. Мы попробовали собрать подписи для проведения референдума против продажи земли. Тогда ни один из документов, которым нельзя было придраться, не приняли. Демократические силы в ближайшее время в очередной раз рискнут и попытаются провести референдум. Пока выставлены три основных требования. Неучастие нашей страны в Евразийском Союзе, национализация приватизированных в 90-е годы предприятий и введение системы выборности Акимов. Юрист, бывший судья Верховного Суда Республики Казахстан Атиген Иксанов говорит, что требования активистов к конституционному закону соответствуют. Наши граждане свои права еще не освоили, не пользуются ими. Референдумы по инициативе граждан ранее еще не проводились. Если в этот раз проведут, этот референдум станет первым пионером граждан. В вопросах проведения референдума оппозиция терпит неудачи. Однако в этот раз все будет по-другому, говорят оппоненты власти. Их требования законны. Следующий шаг – выполнение этих требований. Но известно также, что последнее слово в решении вопроса о референдуме за президентом. Добьются ли желаемой цели сторонники референдума? Сегодня в нашу студию должен был прийти гражданин, который был инициатором референдума, объявивший народу о нем – господин Булат Абилов. Но в связи с непредвиденными семейными обстоятельствами он не смог прийти к нам в студию. Не думаю, что из-за этого разговор не получится. Проблема есть, разговор есть, тема есть. Первый вопрос – общий для всех. В каких ситуациях проводится референдум? Когда народ в тяжелом положении? Или когда возникает непредвиденная проблема? Или есть иные причины? Наступил ли такой момент в стране? Таке, начнем с вас. Не буду голословным. В ответ на этот вопрос я зачитаю второй пункт первой статьи Конституции. Написано, что основополагающими принципами деятельности республики являются общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами, включая голосование на республиканском референдуме или в парламенте. Так сказано во втором пункте первой статьи. Ответ на ваш вопрос, в какое время можно проводить референдум, можно найти здесь. Говорите, по закону все четко написано. По закону четко прописано. У кого какие мнения есть по этому вопросу? В какое время должен проводиться общенародный референдум? Много вопросов нерешенных, вопросов подавленных, вопросов не выходящих из головы народа. За 20 лет таких вопросов накопилось много. Для решения их нужен народный референдум. Например, в первом пункте второй статьи специального закона о референдуме сказано «Решение иных, наиболее важных вопросов государственной жизни республики». У народа есть возможность обсуждать очень важные вопросы. Конституция это гарантированно. Народ – источник власти. Возникает вопрос о последнем референдуме. Насколько необходимо начинать этот референдум? Объявлять о референдуме? Организовывать референдум? Нужно или не нужно? Я бы хотел ответить на следующий вопрос. Вообще референдум надо было проводить в 2009 году, когда еще не вошли в таможенный союз. Когда решалась судьба страны, все люди должны были участвовать в решении судьбы страны. Считаю преступлением, проводимые без ведома народа мероприятия. Почему не нужно проводить сейчас, по вашему мнению? Сейчас делают, потому что хотят скрыть это упущение. Только теперь проводят референдум, который нужно было готовить в 2009, а проводить в 2010 году. Думаю, это инициатива власти. Они делают это по предложению власти. Власть сама это устраивает? Например, Ертезбаев так выступил. Народ хочет провести референдум? Судя по всему, он выражает намерение, как будто бы говорит, я разрешаю. Только вчера прошел круглый стол, на нем широко обсуждался этот вопрос. Есть в оппозиции крикливые граждане, есть граждане, высказывающиеся, оппозиционные партии есть, но нет связи между гражданами на окраине и оппозиционными партиями, оппозиционными деятелями. Народ не спит, народ хочет обсуждать это, народ хочет защищать свои права. Ты правильно говоришь о таможенном союзе. Нужно было это делать тогда. Всю эту работу по организации нужно было начинать в то время. Говорите, лучше поздно, чем никогда? Лучше поздно, чем никогда. Этот вопрос при поддержке народа нужно проводить сейчас. Как мы это сделаем? Это отдельный разговор. Об этом мы поговорим. Послушаем господина Азимбая Галей. Нужен ли именно в данный момент референдум? Я против референдума. Как демократический инструмент, это нужный, полезный инструмент. Но в этот раз оппозиция просит этот референдум у власти. Обычно власть была против. В этот раз говорят, ладно, пусть будет референдум. Говорят, сколько можно затыкать оппозицию. Давайте разрешим. А сами 55-60% решения уже знают. Присоединят нас к России потом. Говорите, могут так сделать? Поэтому это опасно при нынешней авторитарной системе. Думаю, власть использует этот референдум в свою пользу. Сами организуют, сами проведут. Господин Мухтар Тайжан, вы как думаете? Скрывать нечего. Я раньше был против этого референдума, потому что боялся этого референдума. Будет ли честным результат или не будет? Центральный избирательный комитет будет только по разрешению президента. Я боялся этого референдума. Когда Балат вышел с этой инициативой, моим первым вопросом было, как конкретно будет. Если будет евразийский вопрос, я буду против референдума. Потому что Евразийский союз – это единое с Россией государство. Вчера обсуждали. Первым будет такой вопрос. Мы, казахстанцы, выходим ли из таможенного союза? Выходим ли из единого экономического пространства? Или остаемся? Такой будет вопрос. Если будет поставлен такой вопрос, по-моему, мы не проиграем. А если все пройдет по сценарию, который показал Азимбай Гали? Действительно, Центральная избирательная комиссия в руках власти. Если она нарисует результат, который ей нужен. Тогда наше положение плохим не будет. Хуже сегодняшнего положения не будет. Есть такое мнение. Вообще, чье это мнение? Кажется, мнение, высказанное Мухтаром. Мы вошли в таможенный союз. За ним стоит экономическая политика. Послушаем господина Толегена. Касым, хочу высказать одно мнение. Конечно, ясно, каким будет влияние референдума на наше общество. Референдум – это самый высший принцип демократии. Поэтому от него не следует бежать. Он нужен. Вообще, я поддерживаю референдум. А на стороне Азии или в составе другой организации – это мы посмотрим. У нас есть не только вопросы единого экономического пространства или таможенного союза, но и много других нерешенных проблем. У нас нет возможности все эти вопросы выносить на референдум. Раз мы правовое государство, то должны подчиняться законам. Я скажу вам, в Конституции Республики Казахстан о референдуме написано так. Обязательства Республики, вытекающие из международных соглашений, не могут быть вопросами референдума. Видите, мы говорим «Таможенный союз». Он прошел ратификацию. Парламент принял. Поэтому, если мы захотим по этому вопросу провести референдум, уткнемся в эту статью. Мое предложение таково. Если не спеша все обдумать, «Таможенный союз» сейчас работает. Каким будет его результат? Пока неизвестно. Неизвестно? Неизвестно. Я сейчас вам это могу доказать. Теперь я в едином экономическом пространстве. Будет результат или не будет? По-вашему, сколько нужно ждать? По-моему, нужно ждать три года. Три-четыре года надо подождать. Это непростой процесс. Каким будет положение нашего народа через три-четыре года? Какой будет экономика Казахстана? Если от этого не будет результата нашему народу, обществу, особенно экономике, тогда разговора об Евразии не должно быть. Понятно. Вы скажите, в состоянии ли Казахстан ждать три года? Известен ли результат или неизвестен? В «Таможенном союзе» мы три года. Началось в 2009 году. Мы живем два с половиной года. Результат есть? Пошлины выросли в три раза. Выросли внутренние цены. Подорожали продукты, бензин. Народ об этом знает. Потом 89% от таможенных пошлин уходит в бюджет России. Нам остается от трех до семи процентов. Есть ли у нас возможность ждать три-четыре года? Нет, если ждать три-четыре года. Было три процента. Было от трех до семи процентов. В этом месте вопрос Тулегену Садыку. Вы только что зачитали восьмой пункт третьей статьи закона о референдуме. Я хочу задать специальный вопрос об этом. Вы юрист. Вообще, конституционный закон выше или конституция? Я вам задам такой вопрос. В конституции написано «Народ – источник власти. Народ имеет право выносить на референдум вопросы, которые он считает важным». А закон о референдуме противоречит ему, не разрешая проводить референдумы по определенным вопросам. Какой из документов в данном случае имеет большую силу? Выбор народа или выбор этого закона? Это вопрос не только референдума. Например, в конституции написано и о политических партиях. Много чего написано. Конечно, и сила, и авторитет конституции выше. Вы говорите, нужно четыре года. Какое у нас есть право? Назарбаев с Путиным, Медведевым говорят о Евразийском союзе. Об этом пишет российская газета «Известия». Статья Назарбаева. Поднимает вопрос общего парламента, общей валюты. Будут ли они нас слушать? Этим референдумом мы можем остановить их. Господин Ермек, идя на такой шаг, как референдум, сможет ли оппозиция набрать необходимое количество голосов? Думаю. Верю. Верите ли в свои силы? Верю. Я приехал из аула, вышел из народа. Задайте этот вопрос мне. Этот вопрос в Алматы и Астане не решается. Голосует простой народ. Уважаемые, достопочтимые, вы сидите здесь, глаза боятся, руки делают. Нужно ставить вопрос. Такие ребята, как я, должен ездить по стране, пропагандировать. Мы должны использовать свое право. Из какого вы аула? Западно-казахстанская область, Акжаик, из Уральска приехал. Спасибо. Я тоже аульский парень. Родился в ауле. Раньше были. Сейчас алматинский казах. Я два раза в месяц езжу в свой аул. Готаюсь в были. Я хочу сказать о народе. Во время выборов приезжал ваш Нарикбаев. Я ему сказал, вы тоже были на большой должности, всю жизнь хвалитесь. И лучше ли вступить в Нур-Атан и уйти оттуда вместе с ним? У меня есть одноклассники, окончившие вместе со мной институт. Работают в сельском хозяйстве. Я, когда езжу в аул, всегда поднимаю этот вопрос. Ребята всегда спрашивают о другом. Они говорят, мы ни о таможенном союзе, ни о Евразийском союзе не слышали. Нам главное – работа. Нам нужно завтра ребенка в школу одеть, накормить. То, что они говорят, говорит народ. Правда. Извините, скажу вам еще вот что. Я 8 лет был заместителем, только недавно был избран председателем. Если бы вы зашли на наш сайт и почитали о нашей работе за 4 года. Эх. Еще один вопрос референдума, который мне не нравится. Вопрос пересмотра итогов приватизации. Сейчас 85% всей продукции в частных руках. Поэтому выступать против частной собственности – выступать против рыночной экономики. И потом это плохой популизм. Инвесторов обижают. Это у Гавчавес, коммунизм. Нам не нужен националистический взгляд. У нас есть мелкое собственное. Вот пришел Путин. Всех Березовских разогнал. Нет. В руках простого народа. Например, у вас есть квартира. Я бы предложил глубже копнуть вопрос, поднятый Азимбаем Гали, не таможенного союза. Господин Мухтар Тайжан, вы же поняли мнение Азимбая Гали о частной собственности. Вы экономист. Вы вчерашний предприниматель. По-вашему, то, что предлагает оппозиция, позиция левых – это коммунистическая идея? Если внимательно прочитать о референдуме, речь не идет о всей частной собственности. Речь о стратегическом производстве, взятом в частную собственность открыто, справедливо, в 90-х годах. Как понять стратегическое? Не напугаем ли инвесторов? Не покинут ли они страну? Какие инвесторы? Скажите, пожалуйста. Инвесторы – это те, кто за малые деньги украли заводы? Скажите мне, пожалуйста. Что такое стратегическая необходимость? Слушайте, когда Малайзия поднималась, инвесторов пригласили на 5 лет, а через 5 лет плоды их труда отобрали. Все заводы вернулись стране, а власть подписывает договора на 25, 30, 40 лет. Эти контракты нужно расторгнуть, нужно пересмотреть их. Мухтар Тайжан – это политический лозунг, а Зимбай Гали считает, это популизм. Некоторые пункты можно исправить в связи с экологией, социальным обществом, о местном компоненте. Инициатива с последним референдумом – это действительно инициатива, возникшая из-за положения народа или игры определенных политических сил, олигархов, финансовых групп. Может быть, это игра аккорды? Очень важно, какие были вопросы. Сейчас Беларусь, Россия, Украина готовят референдум. Говорят, мы присоединяемся. Трава просто так не шевелится, потому что ветер с той стороны подул в нашу сторону. Поэтому, думаю, это действие правительства. Вы думаете, это действие аккорды? Думаю, это действие аккорды. Зачем аккорде идти на такие шаги? Разве это не противоречит ее действиям? Мы расскажем стране обо всем. Они делают это без согласия народа. Народ поднимается, открывает глаза. Может быть, власть сама хочет выйти из таможенного союза? Возможно, Назарбаев попал под влияние России и ищет поддержки народа. Господин Азимбай Гали, вы ведь человек, высказывающий симпатию Назарбаева. Могут сказать, в таможенный союз хотят 55% народа. Это раз. Во-вторых, в нашей номенклатуре есть недовольные. Мнение Ерлана Карина, Маулена Ашимбаева. В номенклатуре есть недовольные. Часть не хочет вступать, не хочет делиться своей властью. Я скептически отношусь к мнению Азимбая Ага. Если во власти есть люди, которые хотят выйти, возможность есть. Какие возможности? Например, есть Международная конвенция, принятая в 1969 году, законная конвенция. Мы ратифицировали ее? Должны были. Это ведь Международный закон, конвенция ООН. В 50-й, 60-й статье написано. Каждое государство имеет возможность выйти из международной организации. Нужно только предупредить за год вперед. Я читаю об этом законе следующее. Закон Республики Казахстан о независимости. В 14-й статье сказано. Республика Казахстан вопросы внешней экономической деятельности решает самостоятельно. У нас сейчас нет самостоятельной экономической политики, потому что после вступления в экономический совет наша внутренняя политика не на 100% самостоятельна. Теперь послушаем мнение алматинцев по этому вопросу. Проведение референдума – это же правильно. Будут рассматриваться сложные вопросы. Простого референдума не будет. По-моему, референдум не нужен. Рано ли вступил в таможенный союз? Особенно тяжело становится простому народу. Оппозиция, кажется, хочет воспользоваться этим и своей целью реализовать через этот механизм. Не верю, что власть даст ход референдума. По-моему, будет правильно провести. Поэтому народ должен провести выборы. Думаю, от референдума будет результат. Возможно, изменения. Думаю, у оппозиции нет идеи, которую можно противопоставить власть. Конечно, возможно, это спланировано властями. Конечно, народ должен решать. Раз есть демократия, должен быть основной признак демократии – народ. Общее мнение алматинцев. Сможете ли вести агитацию? Продолжим наш разговор. Думаете ли вы, что хватит сил провести референдум? Думаете ли, что повсевместно наши волонтеры, политические организации, активисты смогут поработать среди народа в аулах, в городах, среди студентов, в многолюдных местах? Конечно, у нас мало возможностей. Конечно, нас не допускают к радио и телевидению. Если официально объявят референдум, можно поехать в регионы. Верите ли, что у этих людей хватит сил? Я вот что скажу. Если глаза народа открыты, возможно, открыты глаза жанаузенцев. Жанаузенцы видели хорошие и плохие стороны этой политики. Среди них есть дочь Розы Толетаевой. Ее интервью есть в интернете. Дочь говорит, моя мама демократичная. Даже перевести не получается. Такого слова нет. Как человек может быть демократичным? У людей нет правовой культуры. Вы сейчас показываете того человека. Он говорит, должно быть народным. Народ не знает ни его, ни других. То есть, по-вашему, эти люди проиграют? Если будет референдум, мнение народа разделится. Окей, у вас какое мнение? Достигнет инициативная группа желаемого. Вы как думаете? Не верю. Разрешиваю. Думаю, эта тема должна быть шире. Мое личное мнение. То есть, нужно подождать несколько лет. Проблема не в этом. Слава Богу, у нас сегодня есть богатство. Все есть. Поэтому нас хлопают по спине, льстят. 80% наших богатств осваивают иностранцы. Видите, иностранцы интересуются иностранные инвесторы. Если прислушаться к мнению алматинцев, большинство говорит, что надо. А я вам вот что скажу. Скажем, закончились эти богатства. Кому мы потом будем нужны? С кем будем? С Россией или с Китаем? Почему мы должны быть с кем-то? Айгуль, скажите свое мнение. С кем мы должны быть? Почему с такими богатствами, с такими землями, с таким народом и должны быть с кем-то? Подождите. Вы сидите в хорошем месте. В хорошем месте. Все деньги в Астане и Алматы. Все богатства у вас. У нас в ауле есть люди, которые хлеба не видят. Мы находимся в центре Таможенного Союза. Сидим во рту российского дракона. Проблемы в первую очередь придут не к вам. Проглотят нас. Сейчас проглатывают. Вступили в Таможенный Союз. Наши товары не отправляются. От них идет поток товаров. Едим просроченное, испорченное. И все равно оно дорожает. Бензин несколько раз дорожал по амплитуде. Наши предприниматели плачут. Мы прорубили дверь в ту сторону, и теперь из России идут товары. Что дал нам Таможенный Союз? Мы не можем есть собственную продукцию. Едим российскую. Едим ножки Буша. Подождите. Я приехал из Аула, из народа. Приехал сказать, что думает народ. Сейчас главный вопрос референдума – избавление от Таможенного Союза. Тогда пойдем дальше. Каков главный вопрос референдума? Ладно, инициативная группа начала работу. Вы начали работать. Ведете агитацию. Приехали представители всех областей. Готовитесь объявить об этом. Затем объявляете о съезде. От каждой области собираете по 30 человек. Проводите собрание из 500 человек. Потом, скажем, начали собирать подписи 200 тысяч человек. Что в этот период может помешать вам? Если все патриоты выйдут на улицу, начнут работать с народом на улице, объяснять, спрашивать у народа мнение, какие вопросы необходимо ставить, возможно, в Алматы можно будет собрать подписи полумиллиона человек. То есть, по-вашему, препятствий нет? С каждой области можно собрать по 10 тысяч человек. Можно хорошо провести агитацию. Вообще, инициатива о референдуме исходит только от Казахстана? И какие шаги должны предпринять такие крупные страны, как Россия? Какую оценку должны они дать внутренней политике Казахстана, деятельности оппозиции? Какое давление оказать на аккорду? По-моему, возможно, несколько сценариев. Они говорят, делай, что хочешь, но манипуляции все равно будут. Позже, когда надо будет использовать свои ресурсы, получат необходимые им результаты. По второму варианту референдум не допустит. Он ведь только по разрешению президента. Да, поэтому, по моему мнению, это политтехнология. В результате верите или не верите? В результате будет результат угодной власти, как бы то ни было. Если сову ударить камнем, сова умрет. Если совой ударить камнем, сова тоже умрет. Как не думая, а плюс аккорде будет. Я вижу здесь следующее. Например, не думая, что достигнут результатов. Не верю, что достигнут результатов. Но если даже это сделают, постараются раскрыть глаза народу. Это будет полезная работа. В том-то и смысл, Айгуль. Смысл в этом. Вы, кажется, сидя здесь, изменили свое мнение. Мы забываем одну вещь. На референдуме поднимаются три вопроса. Мы сейчас поговорили о таможенном союзе. Немного поговорили о частной собственности. Возвращение ее в государственную собственность. Еще один вопрос, который хотят поднять на референдуме – выборность Акимов. Настолько ли это важно для народа? Скажите, вы хорошо знаете проблему выборности Акимов? Вы судились с Акимом? Народ реально сейчас скитается и не может использовать свои права. Куда идти? Он не может зайти к прокурору. Он не может зайти в Нуратан. Он не может зайти к Акимову. У нас есть такой населенный пункт Петровка. Посреди аула выходит нефть. Нефть добывают, а отходы остаются. Куда их девать? Заказчики Жаик Мунай не приезжают. Приезжают их исполнители. Говорят, давайте выливать отходы в реку. Как это выливать в реку? Там вода, там рыба наша. Короче, поехал я, прекратил все. Я что хочу сказать? Когда возникает такой вопрос, люди говорят, Алпамызбек Турганов, вы правильно приехали. Понимаете, надо поднять вопрос по аульным Акимам. Это русский аул. Аульных Акимов надо избирать. Они больше года не сидят, разбогатеют и уезжают. Потом приезжает второй Аким. Нужно избирать. Это простые люди предлагают. Аульные Акимы там князья. Поэтому надо избирать. Может быть, Азекен на это посмотрит по-другому? Если мы через манипуляции войдем в Евразийский Союз, тогда Россия для Запада государство полуизгой. США, Объединенная Европа, они бьют по России. Если мы войдем в Евразийский Союз, нас начнет критиковать Запад. Поэтому... Значит, референдум нужен Азеке? Азимбаи Ага, тогда давайте работать вместе. Нет, нет, Россия нас предаст. Она предала Югославию, предала Саддама Хусейна. Нас тоже. Но в данный момент может поглотить. Западу сейчас нужно решить проблему Сирии и Ирана. Два человека, сидя с нами, присоединились к нашему мнению. У президентов, правительств Сирии, Ливана, Алжира не было силы против народа. Народ не поддержал. Президент был игрушечный или слабый. В Швейцарии проводят референдум каждые четыре года. Если у нас будет система выборности Акимов, если будет референдум, правительство, власть соберет силу, получит силу народа. Если правильно выстроим работу по референдуму, мы вернем народу власть. Итак, господа, госпожа Айгуль, нужно ли проводить референдум именно с этой инициативной группой, именно с такой повесткой дня? Если нужно, то почему? Если не нужно, то почему? Я сам реалист, поэтому понимаю, что референдум провести не получится, поэтому не нужно. Говорите, что при нынешней системе невозможно. Алпике, а вы? В сегодняшнем положении референдум очень нужен. Вы сейчас говорили. Мы не знаем всей проблемы. Возможно, та сторона ведет свою игру. Если нам дадут разрешение, нужно в первую очередь поставить вопросы таможенного союза и выборности Акимов-Аулов. Это нужно. По-моему, не нужно, потому что народ использует манипулятивных политтехнологий. Иного пути у нас нет. Да, у нас нет справедливой системы выборов. Возможно, и референдум проведут несправедливо. Но какой у нас иной путь? Будем молча сидеть еще 10-20 лет? Нужно рисковать. То есть вы смотрите с надеждой? Говорите, что нужно и что выиграем? Я думаю, иного пути нет. Я поменяла свое мнение. Скажу, что нужно. Почему нужно? Ермек прав. У нас нет иного пути. У нас есть активные граждане. Пусть они вступят в борьбу и пусть поездят по стране, встанут ближе к народу. Для этого нужно. Для того, чтобы сохранить политическую независимость, нужно идти на любое действие. Мы должны провести референдум, чтобы выйти из таможенного союза. Через референдум мы должны объяснить народу, что такое таможенный союз и в чем его вред. Понятно. Абай говорил, человечность человека прочитывается в его действиях. Можно, конечно, утешиться этими словами, потому как начитать деятельность, можно говорить, что начало хорошее. Но правда сегодняшнего дня, требование в том, что дело измеряется не только началом. Дело измеряется тем, как оно закончено, каков результат деятельности. Поэтому пожелаем гражданам, начавшим эту инициативу, достичь победы и получить хороший результат. Спасибо, что пришли на нашу программу. Будьте независимыми. Можно голосовать. По вопросу, нужен или нет референдум. Референдум кирик подыгинга болен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова